Всем привет! С вами Светлана Розель и финансовые итоги недели от Майфин. Говорим о главных событиях прошедших 7 дней максимально коротко и понятно. На этой неделе власти решили отменить налоговые льготы, предприниматели оказались под угрозой разорения, белорусы рекордно скупали валюту, а рост цен вплотную подобрался к двузначной цифре. А теперь подробнее. На минувшей неделе все валюты показали падение курсов к белорусскому рублю. Доллар и евро снизились до минимальных значений с августа прошлого года. Следить за курсами валют в режиме онлайн можно в приложении Майфин. Ссылку ищите в описании. Белорусский бюджет продолжает оставаться дефицитным. При этом власти собираются спасать госкомпании от последствий санкций любой ценой. Как считает научный сотрудник бюрок Дмитрий Круп, бюджет по доходам будет выполнен только в случае относительно благоприятного сценария без санкционных шоков для экономики. А это значит, что поддержка госкомпании возможна только в случае сокращения других статей расходов бюджета. И в этом случае не очень понятно, как будут определять тех, у кого можно отнять, чтобы перераспределить. Понятно одно. Надежда правительства на то, что столкнувшись с санкциями, белорусские компании начнут лучше осваивать другие рынки больше похоже на романтическую фантазию. Осваивать другие рынки ведь никто не мешал и ранее. А значит нужно готовиться к сокращению расходов бюджета, которое вскоре прочувствует существенная часть населения из бюджетного сектора. Минфин тем временем предложил отменить все существующие налоговые льготы для бизнеса, чтобы закрыть дыры в бюджете. По мнению чиновников в текущих реалиях назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот. Размер налоговых льгот в 2020 году власти оценивали в 5 процентов ВВП. Ранее напомним, налоговых льгот по подоходному налогу лишил резидентов ПВД. Их сотрудникам пришлось платить 13 процентов от зарплаты вместо утвержденных ранее 9 процентов. Представители бизнеса в разговоре с Майфинбай отмечают, что это еще больше ускорит отъезд в первую очередь компаний IT-отрасли, так как налоговая преференция – один из последних бастионов, что еще удерживают технологичные компании в стране. На прошедшей неделе выявились и новые угрозы для малого бизнеса. Львиная доля белорусских индивидуальных предпринимателей попала как минимум под угрозу разорения. Дело в том, что в Мозыре произошел показательный случай. Против индивидуального предпринимателя проводится проверка и может быть заведено уголовное дело за подделку накладных. Милиционеры, взявшие ИП в разработку с подачи таможенных органов, утверждают, что представленные местным ИП московские накладные – поддельные, потому что российская сторона не подтверждает факт сделки. Торгующему на рынке Мозырянину в случае возбуждения уголовного дела грозит не только конфискация, но и до двух лет лишения свободы. По мнению председателя Совета Перспектива Анатолия Шумченко, сегодня практически любой предприниматель находится под угрозой разорения, потому что минимум 90% ИП в Беларуси хоть раз за последние пять лет закупались на московских рынках и предоставляли выданные российскими контрагентами накладные в белорусские контролирующие органы. Если практика Мозырянинского дела будет распространена на всех предпринимателей, нас ждет масштабное закрытие малого бизнеса, что ударит и по покупателям недорогих товаров на рынках, и по уровню безработицы в стране. В русло закручивания гаек для бизнеса попала и новая норма уголовного кодекса о зарплатах в конвертах. За выплату неофициальных зарплат и премий бизнесменам теперь грозит уголовная ответственность. Как объяснили в комитете государственного контроля уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. Для налогов сборов это одна тысяча базовых величин, либо 29 тысяч рублей, для страховых взносов это 2,5 тысячи базовых величин, либо 72,5 тысячи рублей. Такими темпами бизнес-климат в Беларуси вряд ли будет способствовать экономическому росту. Тем временем белорусы рекордно покупали валюту в прошлом месяце. Майскую статистику опубликовал Нацбанк. Всего за месяц население было куплено 880 миллионов долларов, а чистая покупка за вычетом продажи валюты составила почти 80 миллионов долларов. В целом, показатели чистой покупки валюты далеки от панических настроений августа 2020 года и предновогоднего валютного ажиотажа в декабре. Баланс на валютном рынке поддерживают предприятия, выступающие чистыми продавцами валюты, что отражается на довольно стабильном курсе белорусского рубля в последние месяцы. Это также позволяет Нацбанку пополнять золотовалютные резервы. Благодаря российскому кредиту на 500 миллионов долларов, росту цен на золото и покупке валюты на внутреннем рынке, золотовалютные резервы в мае смогли вырасти на 485 миллионов долларов. Часть российского кредита пошла на оплату по внешнему долгу, большую часть которого и составляют обязательства перед Россией. Всего в белорусских резервах находится более 7,7 миллиарда долларов. Это максимум сентября 2020 года. По планам властей на конец года в резервах должно находиться не меньше 6 миллиардов долларов. Эксперты ожидают проблем с резервами в 2022 и 2023 годах, когда начнется пик выплат по внешнему долгу. Тем не менее, в этом году финансовое состояние страны остается устойчивым. Рост цен в Беларуси достиг максимума последних лет, преодолев значение в 9%. Потребительские цены растут все быстрее, несмотря на активные действия властей по их сдерживанию. Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли серьезно расширило список товаров с регулируемыми ценами, включив в него мясо, колбасы, чай, кофе, перловую крупу и ряд других товаров. Ведомство отмечает, что основная причина роста цен – рост цен на продовольствие на мировых рынках. Напомним, что по планам правительства инфляция в Беларуси за 2021 год не должна превысить 5%. Большинство опрошенных нами экспертов склоняется к тому, что этого не произойдет и рост цен будет сильно выше запланированного. Держатели криптовалют на прошедшей неделе снова ощутили курсовые качели главной цифровой валюты – биткоина. После существенного падения на 10% в понедельник до 32,5 тысяч долларов, биткоин в четверг вырос до 37 тысяч долларов. В плюс сыграли новости о том, что Сальвадор сделал биткоин своей валютой наравне с долларом США. Им теперь можно оплачивать любые покупки в стране. Также, по мнению управляющего партнера консалтинговой компании «Винт Консалт» Трофима Еременко, крупные игроки просто воспользовались моментом, чтобы выбить с рынка неопытных новичков, легко подверженных паническим настроениям. На падении рынок был откуплен и снова пошел в рост. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных экономических новостей. Всем удачной и продуктивной недели!